Ребята, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Я нахожусь в городе Амстердам. Я приехала сюда, чтобы показать вам самые классные места и рассказать интересные факты о этом городе. А сейчас я пройдусь в центр города и покажу вам самые красочные улицы. Амстердам – столица Нидерландов и один из крупнейших исторических городов Европы. Кто-то едет сюда за хорошим шоппингом, другие жаждут увидеть уникальные музейные коллекции. Амстердам расположен на северо-западе Голландии, Лустье, Рек, Амстел и Эй. Название города произошло от слов «Амстел» и «Дам», что означает «дамба на реке Амстел». Первое упоминание об Амстердаме относится к 1275 году. Голландская столица – город, выработавший иммунитет красовой, половой и религиозной дискриминацией, в котором мирно уживаются представители почти 200 национальностей. Расскажу вам интересный и небольшой факт о этом городе. В те времена богатые люди имели своих слуг, которые жили под домом своих же хозяев. И, что самое интересное, чем богаче владелец дома, тем больше была входная дверь слуги его. Как вы видите, здесь дверь низкая, значит, сам владелец этого дома имел не настолько много денег, чтобы позволить для своей слуги огромную дверь. Хочу вам показать пример. Как вы видите, здесь вообще дверь очень маленькая по высоте. Сложно приехать в Амстердам, минуя его центральный вокзал. Вот так вот выглядит центральный вокзал в Амстердаме. Решили прогуляться внутрь, потому что нам сказали, что здесь очень красиво. Потолки, конечно, впечатляют. Вокзал расположен в самом центре города, рядом с его главными достопримечательностями. Да и сам считается одной из них. Построили Амстердам Централ в 19 веке по проекту Питера Кейперса. Если пройти вокзал насквозь, можно выйти к причалу круизных лайнеров и бесплатных паромов. Рядом есть трехэтажная стоянка для велосипедов и большие подземные автостоянки. В этом городе необычно то, что здесь в основном нет пробок, так как все ездят на велосипедах. И здесь очень много велосипедных дорожек, даже на речном вокзале. Здесь очень много парковочных мест для велосипедов, как платных, так и бесплатных. Итак, все любят сувениры, особенно необычные и запоминающиеся. Магазин уточек в Амстердаме сочетает все качества. Прикольные товары на любой кошелек. Есть все плюшевые, резиновые, пластиковые и железные сувениры. Особый шик – это коллекция уток знаменитостей. Самое интересное, что на игрушке пишут, из какой она коллекции. Их можно собрать. Есть редкие экземпляры, есть распространенные. Так как мы уже достаточно много погуляли и увидели интересные места, решили все-таки зайти пообедать. И заскочили в небольшой китайский ресторанчик. Заказали суп с грибами и курицей и второй суп с креветками. Но что самое интересное, что креветки, скорее всего, в тесте. Очень интересный суп. Никогда такой не пробовала. Еще я заказала курицу в устричном соусе. Нам ее подали с грибами и овощами. И дополнительно еще принесли рис и имбирь. Вся еда обошлась в 33 евро 20 центов. Если захотите посетить этот ресторан, название там Виана. Сейчас мы направляемся на заселение в отель. Возле отеля есть небольшая летняя площадка. И вот так вот выглядит отель Ибис. Также здесь стоят стульчики и столики, где можно перекусить, попить кофе, например. Давайте зайдем внутрь, и я вам покажу, что здесь есть. Небольшая рецепция. И также, как вы видите, есть зоны отдыха. Отель называется Ибис. Находится возле аэропорта. Славик привет передает. Очень большая территория. И на территории отеля, конечно же, есть бар. Покажу вам, как выглядит стандартный номер в отеле Ибис. При входе расположена небольшая тумба с сейфом. Также стандартная ванная комната. Как вы видите, душевая кабина. Есть гель, мыло, полотенце. Все необходимое. Зеркало. Телевизор небольшой. Кровать двухспальная. Стол, шкаф. Вентилятор. Кстати, в ванной комнате есть фен. И окно. Вот такой вот вид из окна. Сейчас немножечко потемнело. Мы решили прогуляться в центр города. И прикупить разные вкусняшки домой, родным и близким. Решили съездить на каток. Но, как вы видите, погода не позволила осуществить нам цель. Что самое интересное, для поддержки равновесия на льду, жители Амстердама используют обычные стульчики. Никто даже не стесняется. Просто едешь себе со стульчиком. Жизнь удалась. Также существует в магазине для, как говорится, любителей, которые хотят расслабиться. Это кофе-шопсы. Если вы, например, найдете магазин, где изображен бульдог, заходите, не стесняйтесь. Там продаются как печенье, так и леденцы, или разные другие продукты. Здесь, 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 я люблю фонарик. Я нахожусь недалеко от квартала Красных Фонарей, сейчас пройдусь и покажу несколько кадров и расскажу вам краткую историю, так как здесь снимать запрещено. В квартал Красных Фонарей на выставку женских прелестей и за плотскими утехами спешат мужчины со всего мира. Красный свет льется из больших окон витрин. Кроме женщин в квартале есть другие интересные места, готическая церковь, музей водки, музей и театр Каса Роса, дающий эротические представления. Мы сейчас отправляемся на завтрак, после этого мы выселяемся с отеля и еще едем в город прогуляться. Шведский стол очень разнообразен и на любой вкус. Также присутствуют блюда национальной кухни. Сейчас немножечко позавтракаем. Взяли всего по чуть-чуть и будем отправляться в город. Хочу вам немножко рассказать о этой интересной присыпке, которая называется Хахилслах. Это сладкая присыпка, которой посыпают мороженые кексы и тортики. Что самое интересное, голландцы любят посыпать ее на тост с маслом. Она бывает разная, как шоколадная, так и фруктовая. А еще есть анисовая присыпка, которую подают при праздновании рождения ребенка. У нас эту присыпку используют, например, на украшение пасок. Сейчас я нахожусь на самом большом цветочном рынке, где вы можете приобрести любые разновидности тюльпанов. Как вы знаете, в Нидерландах это самый популярный цветок. Здесь, оказывается, есть не только тюльпаны, но и другие цветы. Цветы на этом месте продавались с 17 века, когда торговцы на лодках продавали цветы, плавая вдоль городских улиц. Театр Тушинского. Кинотеатр в Амстердаме – одна из архитектурных достопримечательностей города. Стоимость сооружения составила 4 миллиона гульденов. Построен был в 1921 году по заказу Абрахама, тушинского голландского бизнесмена, еврейско-польского происхождения. Мы проходили мимо и увидели такой небольшой бар. Время перекусить, поэтому давайте зайдем и посмотрим. Очень атмосферно. Меню очень разнообразное, начиная от завтраков и заканчивая бургерами. Также здесь представлена национальная кухня и также нам принесли отдельное меню по алкоголу. То, что мы заказали, уже принесли. И хочу вам показать, что мы сейчас будем пробовать. Вот это блюдо называется крокетой, которая состоит из картофеля, сыра и луковы. Я именно выбрала такое. Вообще начинка бывает разная. Также я заказала пирог с телятиной, подается с черным хлебом и кусочком масла. Также мы взяли 2 бокала пива. Одно ирландское и второе Нидерландное. Крокеты очень интересные и разнообразные. Как я уже сказала, мы брали с сыром. Нам очень понравились, особенно сладко. Они подаются с горчицей. И по поводу пирога хотела немножечко подробно рассказать. Это, так сказать, не такой пирог, как мы. В основном делаем с теста и разная начинка. Этот пирог состоит из толченой картошки и фарша из телятины. Очень вкусно. Если будете в Амстердаме, обязательно попробуйте. Весь чек у нас обошелся в 38,60. Мы заплатили за 2 пива, крокеты и пирог. Хочу вам сказать, что если вы будете в Амстердаме, обязательно растите. Здесь классная атмосфера и очень вкусная недалка. Этот город просто создан для пешеходных прогулок и водных экскурсий. А значит, погода имеет большое значение. Однако в любое время года Амстердам прекрасен и интересен. Весна – время цветения кульпанов и наплыва туристов в парк Кокенхоф. Кроме того, 27 апреля город отмечает день рождения короля и окрашивается в оранжевый цвет. Лето приносит в Амстердам жаркую и влажную погоду. Главное преимущество поездок в это время – полупустые улицы, особенно днем. А еще лето – время проведения музыкальных и танцевальных фестивалей. Осень в столице Нидерландов более приятна по погоде и не менее интересна по культурным событиям. Зима – особенное время, когда Амстердам становится похожим на сказочное царство. Самое яркое событие, разумеется, Рождество. Поэтому, когда поехать в Амстердам, выбирать только вам. Как вы знаете, Амстердам славится сырами, поэтому мы решили зайти в небольшой магазин и прикупили себе также несколько вкусных сыров. Самое последнее, что я вам хочу показать в Амстердаме – это вечерний круиз по Амстердаму. Мы заказывали билеты онлайн. Билет стоит 27 евро. За одного человека круиз длится 1 час. 75 минут. Станция Ловерс, можно сказать. Точка отправления находится возле центрального железнодорожного вокзала. Называется Ловерс. Очередь очень большая, поэтому, если вы собираетесь на круиз, лучше заранее придите в очередь. Мы пришли за полчаса до отправления. Погрузитесь в неповторимую атмосферу ночного Амстердама в ходе вечернего круиза. Посмотрите на тысячи огней, которые освещают мосты и знаменитые дома на каналах, которые придают городу волшебный вид. Сегодня в Амстердаме курсирует около 200 видов лодок и корабликов, которыми владеют туристические компании. Если же вы собираетесь в Нидерланды, обязательно закажите билеты на вечерний круиз по Амстердаму. Ребята, обязательно путешествуйте, так как путешествия позволяют человеку развиваться, смотреть мир, открывать новые горизонты и вдохновляться. Кроме того, поездки раскрывают человека с новой стороны, о которой он может и не догадываться. Я надеюсь, что этот ролик также вам понравился, как и предыдущий про Эдинбург. Если вы еще его не посмотрели, обязательно посмотрите. Ну а я вам скажу, до скорой встречи. С вами была ваша Аня.